Удивительное следовательное лакомство, неведомое в наших краях, это помидоры со вкусом помидоров. Несочетаемые вкусы. Наконец-то мы нашли себе пристанище. Продолжение следует... Наш обед. У Андрея свекла с овощами, в общем, типа холодный свекольник, не знаю, как это называется, заправленный кефиром. И гречка с сосисками. У Киры сосиски с гречкой. Это практически единственные овощи, которые едят наши дети. Эва, скорее всего, огурец не выпрыгнет, поэтому даже класть не стала. Но я ему, естественно, предложу, но посмотрим. И у меня вот тоже свекла, трава, огурец, кефир. У меня два вопроса. Почему так вкусно и почему так много? У детишек сегодня на завтрак омлет. Тут два яйца и соответствующее какое-то количество молока на глаз. Кира человек интуитивного питания. Если она не хочет, она и с ним будет. Какое бы оно вкусное не было и любимое. Плюс еще вдогонку можно было съесть хлопья. Я вот поставила здесь хлопья с молоком. Она сказала, что хлопья тоже не хочет, просто потому что наелась. Так, а это наш завтрак с Андреем. А вот малыш будет. Малыш все ест. И Вера не всегда знает. Ну, в общем, у нас с Андреем все как обычно. Даже рассказывать уже не буду, правда. Я думаю, уже все выучили, кто интересовался. Ты любишь омлет? Да. Иван сын своего папы явно. Тарелочку хлопьев умял. Я не понял. Я не понял. Я только что сожрал миску травы. И не мычу. Малыш, все? Теперь в бассейн? Я подумаю, я буду еще хлопья или нет. Буду еще хлопья или нет? Хочешь, я мороженого тебе положу. Учек. Нет. Обед Андрея. Холодный суп. Смотря на то, что мы сейчас в отпуске, мы решили протестировать сами сервис, который называется Учи дома. Это уроки английского языка онлайн для детей от, кажется, 5 до 14 лет. И вот мы записали своего ребенка. И сегодня, через час, у нас будет пробный урок. Есть разница во времени у нас с Москвой. Поэтому я сижу и внимательно высчитываю, в какой момент надо будет подключиться, чтобы ничего не пропустить. Удивительное средиземножкое лакомство, не едамое в наших краях, это помидоры со вкусом помидоров. Несочетаемые вкусы. Очень часто в зону ответственности продукта также, то есть ее расширяют до денег. Ну, потому что вроде как надо делать продукты, за которые люди готовы платить. И, в общем, монетизация так вот сама собой проникает тоже. Окей, ты там делаешь идею, ну, отвечай за то, сколько денег за нее платят, как за нее платят и так далее. Это часто совершенно обоснованно. Если вы делаете продукт, чтобы заработать денег, то, в общем, это все нормально. Это понимается, что продукт, там, 70-80% случаев нам приходится работать в том числе с тем, как продукт зарабатывает, с его имени экономики и так далее. Но, все-таки мне кажется важным, что это совершенно не обязательно так. Для примера, вспомните, что большинство крутых, больших компаний, которые вы знаете, которыми вы пользуетесь каждый день, они были созданы без монетизации. Google придумал свою монетизацию через три года после того, как он стал очень заметным игроком в интернете. И еще только через год все поверили, что таким образом можно заработать какие-то значимые деньги. Facebook и Instagram очень долго не приносили практически никаких денег. Я думаю, что до сих пор их монетизация не является суперключевым параметром их оценки. Twitter и так далее. В общем, очень много продуктов можно на самом деле придумать, которые очень хорошо решают проблему пользователя, но напрямую не приносят денег. То есть, если вы востребованы, если у вас тратят время, да, там, грубо говоря, самая дефутная по умолчанию модель – это пойти в рекламу. Если люди у нас тратят свое внимание, значит, мы можем продавать рекламу. Но это, ну, есть и другие варианты. Но главное, что концентрироваться на деньгах – это не всегда правильно. Это иногда правильно, но не всегда правильно. Google, Facebook и так далее. Опять же, если вы посмотрите на их мишен, вижен и так далее, они все будут говорить, что мы тут не деньги зарабатываем, мы помогаем людям соединиться, мы делаем всю информацию доступной. С одной стороны, может показаться, что это как бы такие красивые слова. На самом деле, с точки зрения продукт-менеджмента, это на самом деле правильно. Потому что, концентрируясь на деньгах, ты, возможно, можешь сейчас чего-то заработать, но ты не заработаешь в дорогой перспективе. Если ты решаешь важную проблему, если ты занимаешь важное место в экосистеме для людей, то ты совершенно точно долгое время будешь генерировать положительные кэшлоу и сможешь продумать, как это монетизировать. То есть, концентрироваться на счастье пользователя, на полезности – это, возможно, самый меркантильный и самый правильный способ прийти к финансовому успеху. Продолжение следует... Наконец-то мы нашли себе пристанище. Последний наш завтрак в домике с бассейном. Ну, в общем, все примерно понятно. Оба яйца сегодня были разбиты неудачно. Остатки фасоли, остатки огурцов, остатки цукини, две последние сосиски. У меня два яйца и овощи. Эн Мэт Эйн Микроскоп. Так, все, выезжаем. Напоследок поставили посудомойку. Здесь порядок, ничего вроде не забыли. По бассейну мы, наверное, будем скучать. Мы, когда выезжаем, снимаем постельное белье, стараемся обычно, если есть время. Ну, вот, в этот раз было. Сняли и у себя, и у детей. Все оставили. Там корзину для грязного белья туда положили. Все, вроде, порядок. Ой-ой, я же теперь не могу без очков. О, совсем другое дело, похоже на блогера. Мы выехали из домика с бассейном, едем на Крк. Мы прожили сколько? Почти две недели с перерывами здесь, рядышком. Но пока еще не были. Думали даже как-то переночевать там разок. Но в итоге, вот, перед тем, как уезжаем из этого региона, решили все-таки заплянуть. С лободом пролаз. Так, короче, это какой-то маленький остров. С Витимарком. С Витимарком. Окей. Кликнет полностью безжизненным. Да. И еще полчаса. Ой, Кира, еще полчаса, мы сейчас, у нас нет четкой цели. Полчаса сорок кун за троих. Когда у Андрея выходной, конечно, гораздо прикольнее получается время проводить. Вот мы заехали на этот остров, Крк. Там Андрей, кстати, ползает. Прикольно, стоит умеренно. Ну, короче, все как обычно, как для туристов. Не то, чтобы очень дешево, но терпимо. И дети, конечно, рады. Хотя изначально они не хотели на остров ехать, говорят, ой, нет, поедем скорее уже в наше новое место, где мы будем жить, там, бассейн. Но все-таки хочется, чтобы они на море чуть-чуть время провели. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, я как ни пытаюсь снимать Риеку, чтобы было понятно, что она странная Мне кажется, все равно непонятно В общем, вам придется мне на слово поверить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Температура такая, что кокосовое масло растаяло В одну сторону прекрасное произведение архитектуры Здесь какие-то старинные развалины Здесь непонятно, склад какой-то явно Разгрузка в порте Нет, я не могу понять Волею судеб неожиданно совершенно мы погуляли по Риеке Я не могу проникнуть с этим городом А Андрей говорит, что похож на Петербург и вообще на все сразу Это фантастический город Я остаюсь тут, к черту бассейн и к черту море Риека прекрасна До следующей нашей точки 3 часа И одна зарядка на суперчарджере Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Семьдесят четыре куны или десять евро Сколько мы проехали по ней? Километров сто пятьдесят? Наверное Спас Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА